ночь прошла все просохла проявляем проявлять надо жирно чтобы сейчас увидеть все возможные микро пор и хорошо прочувствовать так сказать шаговень прорисовать пилить буду начинать 120 на здоровом рубанке 80 это конечно крупновато в этом случае и слой то налит один толстый и начну аккуратно с плоской поверхности без закруглений вдоль линии и 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 Теперь по поводу своего мнения. Само шпакло АПП, вот это жидкое, мне понравилось больше, чем на Волк. Во-первых, не надо добавить. Раз, потому что разбавитель, как правило, купить именно фирменный, почему-то на рынках их нет. Или если есть, то он, конечно, нереально дорогой будет. К этому делу, соответственно, бавим его каким-то говном, что не есть хорошо. Этот бавить не надо. Льется замечательно. Трется, вот ночь прошла, трется идеально. Вопросов у меня к шпаклу никаких. Но остается только надеюсь, что хорошее качество. Так, вытираем. Еще раз я проявляю себе верхнюю линию. Ну, и сразу подсобудиться тоже слегка пройду. И точно так же аккуратно вдоль верхнего ребра по этой стороне, закругленной. Не надавливая, просто провожу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжаем художество 180-кой на том же рубанке. Только по вот этим двум плоскостям. Здесь я уже рамку пойду файном. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Далее, кусочек файна. Он уже бэушный, но еще работать и работать будет. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Отлично, файн справляется со своей функцией. Сто двадцатую риску сбиваю на триста двадцатую. Теперь одно из того, что просят показать, как выводить вот эти внутренние кантики. Я плоскость пробил, до конта не доходил на палец. Стер так, чтобы палец был внутри конта. Когда я подошел, плоскость готова у меня, я еще раз проверяю рядом с контом, чтобы видеть, что я труб рядом. И тем же бруском большим, тем же наждаком 120-м, я начинаю подходить не вдоль пилить постоянно, а чуть срабатывать как бы ребро. иначе линия будет жесткая. Вот видно, где остается яма. Здесь ее надо дотирать. Я от такого мнения, что даже по длину ее сейчас тоненько натяну. Потому что глубоковато. Тут были вот эти вот бугры. И между ними, получается, канавочки. Кто боится натереть вот этим ребром здесь ямы, канавы, берите с полукругленным. Я уверен, потому что не первый раз труток. Знаю, что я сейчас сотру его верхним. Теперь верхним. Либо короче брусок взять, либо вот этой шириной работать. Я выпускаю краешек так, чтобы наждака на нем почти не было. Это для того, чтобы я, если зацеплю торцом, не нарисовал здесь ребро. Все, основная часть, самая, как бы, сложная на крыле выведена. Да, что ложкой только. Сейчас на машинке и мягкой проставке 180 кругом прохожу крыло. Потому что оно по 120. Возможно, даже 120 возьму. Ну, посмотрим. Если круг на видео станет желтым, это я взял 120. Пока он синий, это 180. Погнали! Открыть их. все машинка в принципе все по сбивал сейчас также файном добиваю вот здесь внутреннее ребро потому что машинкой не стоит туда лезть точить будут ряд такая из каналов что-то надо и вручную делать я больше крыло не буду эти 240 на машинке потому что уже и так начал открываться шпатно сильно пройду файном вручную по крылу пошибаю эту рисочку от машинки она вообще легко пойдет я даже проявлять не буду потому что вот уже открывается металл много если я сейчас машинка пильну еще он совсем снимется с него шпакло и придется лить много грунта а я этого не хочу хочу залить в два слоя и на этом закончить погнали эпоксидником а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эпоксидник в лысях. Грунт 4 к 1, солид ВХС. 10% разбавителя у него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Честно говоря, мало 10% разбавителя. Сейчас на второй слой налью в него, чуть добавлю, чтобы примерно 20% было. Льется плохо. Но вот на второй слой разбавил, прям льется. Замечательно, как вам. Финита рекомендия. Сейчас сушу лампой и... Ну как, сушу лампой меня сейчас. Оно помотовеет, и потом вставлю лампу и сохнет. Погнали-дали. 320 на чуть коротшем бруске, чем обычно. Вот такой вот он. Сейчас этот беру. Ну и потихоньку к ребрам не приближаюсь пока что. Я их тут, скорее всего, вручную буду добивать. То есть на ширину пальца не достаю на него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Довожу крыло до такого состояния, что шагрений нету. Кое-где светится вот здесь, в арке недотертости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крыло делаю ручную по одной простой причине. Очень малая площадь, где есть ровные места. Смысл машинкой из-за вот этого вот пятнышка работать. А вот дверь уже буду делать ночным вручную рубанком, а потом на машинке выбивать. Вайн. И вперед. Вот, вывожу крыло в идеально чистый белый, ну, светлый грунт. И вот свет, без каких-либо рисочек. Торцы протер файном. Сейчас проявляю опять. Проявляю и буду работать уже суперфайном. Суперфайн. И погнали. Суперфайном убираю риску. И чуть-чуть прохожу по торцам. Остальное все оставляю под серый скотчбрайт с пастой мотирующей. Последний рывок скотчбрайта. В принципе, вот этот этап на этом цвете можно смело пропустить. У меня уже привычка, я все заканчиваю скотчбрайт с мотирующей пастой под покраску. Это я пройду сейчас торцы, углы, гравитекс, самую основную часть этой пасты. Ну и, само собой, уже пробегусь по крылышку чуть-чуть. Вот тут канавочки. Это все для этого как бы. После такой подготовки сам скотчбрайт можно опустить, как функцию этапа. Продолжение следует... С дверью то же самое. 320. Средний брусок. Вдоль ребер сначала, потом плоскости и под машинку. Еще надо быть внимательным. Вот я сомневался насчет ребра, да? Что оно тут острое, а тут уходит на нет. Посмотрел на целую дверь, там тоже острое-острое сходит почти на нет. Потому что на крыле уже ребра этого нет, оно круглое идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все плоскости пройдены. Сейчас файном. Ручки, канавочки, все бортики. Выбиваем шагрей. Потом здесь же суперфайном сразу. И только потом плоскости, чтобы мы, когда зачистим плоскость, когда она будет готова, не поцарапали, когда будем защищать канавки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И погнали далее. Дверь с ее кантами. Перечищена уже суперфайном. Все кантики туда больше... Ух! Ух! Как? Больше туда не лезу. Мягкая проставка. 400. Одеваем. И все, 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 что попадает в плоскости, все проходит машинкой. Без мягкой проставки не советую. Можно где-то что-то нарезать. Плоскость это не ровная, не с полукругом все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее ту же процедуру 600-кой поделываем. Уже без проявки смысла от нее нет. Потому что 600-ка будет ее мазать, проявку в катышки скатывать и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь ультрафайном вот эти вот канавочки. Ну все, дверь готова под покраску. Скотч Брайтон тут ходить нигде не надо, потому что самые вот эти вот как бы канавки, я их все вычесал файном и ультрафайном. А больше чесать-то нечего. Торцы тоже все пройдены. Будет обклеиваться под ребрышко этого герметика, красится с торцами. Поэтому здесь скотч брать не нужен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова